Друзья, привет! Приветствую вас на канале DxB Sport. Сегодня у нас в гостях Миша Беляев. Здравствуйте! Я знаю, что в нашем канале есть достаточное количество покойников Михаила, и некоторые из вас спрашивают, куда исчез Миша Беляев, потому что началась пандемия, Миша, ты исчез с нашего горизонта. Скажи, пожалуйста, где ты сейчас обитаешь? Я никуда не исчез, я ушел в онлайн. В принципе, в фейсбуке видно меня очень много. Каждый день репосты делают мои ученики. То есть, сейчас я учу весь мир. Из каких стран у тебя есть ученики сейчас? В Германии, Ирландии, Франции, США. Очень много. Сейчас в Новой Зеландии появились ученики. Миша, а вот про онлайн-скулу мне очень идея понравилась. Сейчас во время пандемии это мега актуально. Как это выглядит? Это индивидуальные занятия по скайпу или по зуму? Или это групповые занятия в группе? Или это запись и обмен видеофайлами? Как выглядит абонемент на разный месяц? Я постоянно меняю эту систему. То есть, в данный момент эта система находится на разработке. Пока что, пока, в данный момент, вы воплачите курс годовой. Одной суммой. Я введу, то есть, вся программа ученых у меня проходит в программе. Но это индивидуально? Он записывает видео, как это присылает тебе? Это обезьянный язык. Я присылаю видео, мне видео в ответ. Дальше корректировка идет. Мне нравится язык метания. Он универсален. И его понимают все. Интересно? Да. Что будет в будущем? Скорее всего, это будет блокнот. У меня сейчас будут первые структоры. Я с Германией. Уминистрация. Будет появляться программа сертификации в разных странах. Естественно. Естественно. Да. И после Эпо я буду менять программу. Я в стадии варился. Насколько я вот помню, когда мы примерно год назад, последний раз встречались, ты забадал интересную технику. Безоборотное метание. Мы все тебя знаем, как без оборотов. Но ты работал надо, как называется, правильно? Обратный хват. Обратный хват. Реверс грипп. Реверс грипп. Реверс грипп. Иностранцы знают, скажи. Покажи правильно. Палец вот тут стоит. Нет, палец если ставить, это ошибка. То есть пальцы не ставим. Пальцы не ставим. Пальцы не ставим. Вот это ошибка. Вот, вот. То есть я помню, что когда мы еще в нашем клубе на филях встречались, ты им дал нож вот таким хватом, но нож летел без оборотов. Сейчас, пока ты разминался, я смотрю, у тебя нож при таком хвате делает оборот. Что произошло? В чем изменение техники? На самом деле, это практиковалось сейчас. То есть оттуда. Но он называл это пол-оборот. Сейчас, рассмотрев эту поведенную съемку, я понял, что это будет оборотов. Ну нож делает полный оборот. Да, но на самом деле, там есть технология. Этот бросок рождается из пол-оборотного броска. Но эта тема уже для обучения, это отдельная тема, это отдельно надо описывать. Там целый урок, скажем так. Бросок рожден из пол-оборотного броска. У нас большой арсенал ножей, но сегодня, когда ты приехал, ты выбрал именно нож Визерис. Это хороший нож. Нож, который на прошлом турнире памяти Федина взял два золота и один из самых поддаваемых ножей за границу. Но в России нож Визерис не пользуется такой с большой популярностью. Может быть название странное, может быть форма, то ли дракончик, то ли самолетик. Почему ты из всего арсенала ножей DXB сегодня взял именно этот нож? Потому что в последнее время я практикую свою металь в основном таким ножом. Видите, похожая форма. Нож Виталия Кима называется СПЕС-3ПРО большой. Ну, в ручках, да, каплевидная форма ручки и есть что-то. Ну, я просто решил попробовать. Я сейчас в данный момент снимал как раз бросок в один оборот, обратно хватает. Ну, просто сразу полетел. Потом в оборот я бросал, то есть летит. Очень хорошо. Очень хорошо. Замечательно. Ну, мне этот нож самый очень нравится. Он для безоборотки разрабатывался. По-моему, очень комфортно. Но все, что в видео в последнее время мы видим, ты больше работаешь с топорами. Я видел у тебя год назад топор Бояр. 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 Вышел. И сейчас я вижу, что ты привез нам какую-то новую версию. Новую версию. Да, она уже давно вышла. Вот этот топор первой версии был. Ну, этот топор мы прекрасно сделали. Да, но здесь были проблемы, у него ломались там. Он ломался из-за формы. И сейчас я вижу, что ты привез нам Бояр ПРО. Да, Бояр ПРО. Он другой немножко. Вот этот уже топор не ломается. Вот. Форма рукояти также по заимствованию спица 3ПРО большой. Да, похоже. Похоже. С этим топором у меня был поставлен рекорд 20 метров без оборота. Можете это посмотреть у меня на 20 метров без оборота. Друзья, я просто напомню, что сейчас официальный рекорд мира без оборота ножом зафиксированный на официальных соревнованиях по чемпионате Европы или мира. От Джоэла Халапайна, но по 17 метров. То есть ты фактически по биорепорту не раз. Ну, это не доказано, потому что нужно на соревнованиях это доказать. Это понятно. Скажем так, назовем это личный рекорд. Но он есть по факту, он записан на видео, пожалуйста. Можете посмотреть у меня в инстаграм. Так, к слову сказать, топор специально был разработан для без оборотного метания. Хотя в оборот тоже, Итанюх, носок лезвия топора находится практически на одной плоскости, на одной линии с рукоятью. То есть, по сути, это вообще лопата. По своей сути. Попробуем сейчас еще. Если не летит, поэтому без оборотного метания вообще хорошо. Миш, ну очень интересная получилась беседа. Не терпится сейчас попробовать метать. Давай напоследок скажи нашим подписчикам, твоим поклонникам, какие планы на развитие? Чем будет заниматься вот этот год 2021? Ну, планы сейчас я буду развивать онлайн, на самом деле. В основном онлайн. В принципе, если хотите назовите, то пожалуйста, к Диме. Могу к Диме записывать. А ты можешь приезжать в клуб? Почему нет? Я же живу надалеко. Слушай, это хорошая информация, потому что, как я сказал, ты на год исчез. А твои некоторые ученики до сих пор спрашивают, хотят продолжить это заниматься. Друзья, на нашем сайте DXB Sport в разделе контакты есть телефон, по которому вы можете позвонить, записаться. Единственное, что на занятия с Мишей, с Михаилом Беляевым, записывайтесь немножко заранее, потому что время нужно спланировать и приехать. Миш, круто! Спасибо большое, что посетил, что рассказал. Приятно было тебя видеть. Пойдем, пометаем еще немножко, потому что всегда удовольствие коллективно. Всего хорошего! Друзья, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. И ждите, видите, мы стараемся отвечать на ваши вопросы. Задавайте их в комментариях. Если вам интересно интервью с метателями разными стилями, пожалуйста, пишите, видите, мы идем всегда навстречу. На сегодня все. Всем пока. Мы пошли метать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok